Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Несмотря на почтенный возраст, автомобили соревнуются по-настоящему. Перед стартом машины готовят высококлассные специалисты. Ведь настроить старинный автомобиль не проще, чем современный гоночный болид. В Америке принято говорить об экологии, и сегодняшняя гонка – одно из немногих мероприятий, где не стесняются количество сжигаемого топлива. Воздух буквально пронизан бензином и выхлопными газами. Однако, при всей серьезности, винтажные гонки – это в первую очередь праздник, на который съезжается весьма колоритная публика. В следующий после субботних заездов день проходит главное мероприятие – Pebble Beach Concorde Elegance. Ранним утром гости съезжаются в гольф-клуб Pebble Beach на берегу Тихого океана. На большом поле для гольфа выставлены сотни ретроавтомобилей, претендующих на звание самого элегантного. На мой взгляд, любой из них заслуживает самой высокой оценки. Все или почти все машины находятся в идеальном состоянии, и каждая из них по-своему уникальна. Вот, к примеру, итальянская Изотто Фроскини. В первой четверти 20 века машины этой марки пользовались спросом в кругах богатых и знаменитых. По популярности эти машины лишь немного уступали Роллс-Ройсу. Под капотом 8 цилиндров, общим объемом 7,3 литра и мощностью 120 л.с. А этот великолепный Бугатти в начале 30-х годов 20 века отметился победами в крупнейших европейских ралли. Швейцарский дизайн, испанский капитал и производство во Франции. Так создавались машины марки Испано-Суиза. Это были одни из лучших автомобилей в эпоху до Второй мировой войны. Этот конкурс считается одним из самых престижных в мире. Автомобили и люди, собравшиеся здесь сегодня, подтверждают это. Расскажите, что вы привезли на конкурс? Мы привезли Морган, 52-го года выпуска. На его реставрацию ушли целых 7 лет. Наверное, этот автомобиль стоит как хороший дом. Да, вероятно. Но мы не намерены его продавать. Это особенный автомобиль. Он принадлежал Генри Моргану, основателю компании. С 52-го по 59-й год это был его личный автомобиль, и мне посчастливилось приобрести его. Кстати, вы слышите голос ведущего конкурса? Он был первым владельцем этого авто после Генри Моргана. Что для вас значит эта машина? В этом автомобиле столько эмоций. Эта машина нечто большее, чем набор агрегатов. В ней есть индивидуальность, дух Генри Моргана. Первый раз, прокатившись на ней, мне показалось, что Генри едет вместе с нами. Это удивительное чувство. А вы ездили за рулем? Я не сидела за рулем, езжу только пассажиром. Но я счастлива, что эта машина принадлежит моему мужу. И сегодня большой день для нас. Удивительный день. Этого августовского дня ждут многие богатые коллекционеры. В Пэбл Бич приезжают на шикарных авто, приплывают на яхтах, прилетают на вертолетах. Здесь можно показать себя и свою машину. И, конечно, посмотреть на тех, кто разделил любовь к классическим автомобилям. В этом году собралось более 250 участников. Рассказал нам один из судей конкурса. Автомобили поделены на классы. И у каждого класса свои судьи, выбирающие три лучших авто. Победа в конкурсе не приносит денег, но дает престиж. Ведь это одно из главных шоу в мире. Победителем может стать лишь автомобиль высшего качества в идеальном состоянии. Я не знаю, кто выиграет в этом году, но это точно будет выдающийся автомобиль. Самое сложное – это выбирать лучшего между автомобилями разных классов. Ведь все они прекрасны. О других замечательных автомобилях и победителях 2009 года мы расскажем вам в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok